Музыка Корпоративная баскетбольная лига для Пензы это событие новое. Это соревнования, направленные на привлечение всех сотрудников предприятий, на то, чтобы они играли в баскетбол, занимались спортом, здоровый образ жизни пропагандировали. То есть особенностью этой лиги является то, что на площадку могут выходить как и управляющие, директора, начальники отделов, так и рядовые сотрудники. И играть в одной команде, быть рядом, то есть это как некое еще дополнительное неформальное общение. Плюс, наверное, в том, что здесь действительно могут попробовать свои силы, как и профессионалы, так и те люди, которые имеют достаточно небольшое представление об игре и о баскетболе в частности. То есть это непосредственно развитие такого вида спорта, как баскетбол. Такие соревнования проходят по всей стране. В крупных городах они уже несколько лет проходят. До Пензы пока только еще стало доходить такие мероприятия. То есть та команда, которая займет первое место, она может участвовать уже в российском финале корпоративной лиги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Пензы еще не было ни одной любительской команды. Когда было только три университета, ТУС и команда Заречного подключалась. Были чемпионаты области. Потом их несколько лет назад появилась любительская лига. Три года назад переформатировалась ПЛБЛ, Пензенская любительская баскетбольная лига. Ну и как дальнейшее развитие в этом году ребята Волков Сергей и Миша Хворов решили организовать корпоративную лигу. Вот. Ну, это очень похвально. И мы решили поддержать. Вот начинание, своем участие. Мы стараемся развить его, в том числе с помощью корпоративной. Мы в гармонии с природой, бьемся здесь как мужчины. Получаем удовольствие от того, где смогли переиграть соперника и себя победить. Вот от этого удовольствия. Изюминка этих соревнований в том, что вот именно любители, не профессионалы, или кто даже никогда не занимался баскетболом, выступают в этих соревнованиях. У нас на предприятии были люди, кто раньше занимался баскетболом. Ну и, в общем-то, они такие ядро идейных вдохновителей, так скажем, которые вот начали развивать команду. Ну, а я, в общем-то, им не мешал, можно сказать так, и каким-то образом поддерживал. Основной костяк команды – это ребята, которые тренируются со мной долгие годы в команде Flyteam, и некоторые сотрудники, которые увлекаются баскетболом. Изначально эта команда собиралась в ходу участия в чемпионатах области и в любительской лиге. Но так как по формату мы проходили корпоративную лигу, соответственно, Сергей Волков предложил нам поучаствовать в этом мероприятии. С возрастом, когда ты понимаешь, что достигнуть великих спортивных целей уже не получается, нужно выбрать нужную нишу для себя, в которой ты можешь расти и получать удовольствие. Собственно, для меня баскетбол – это максимальный рост на том уровне, на котором я нахожусь сейчас, и удовольствие каждый день от игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, в женский баскетбол у нас команда не набирается, очень сложно набрать, поэтому как бы я до сих пор не нравится, я живу в баскетболе, у меня ребенок занимается. Мне хочется в этом участвовать в качестве игрока, я не могу принять участие, потому что тяжело с мужским коллективом, в качестве тренера принимаю участие. Это очень интересная задумка, команда играет сейчас, везде большое внимание уделяет здоровому образу жизни, тем более командные соревнования объединяют команду, ведь любое объединение, организация – это команда, которая сплоченная, работает вместе. Баскетбол только укрепляет эти связи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok